Не желтые карточки, а синие свитеры стали главным предметом гордости для иркутских поклонников хоккея. С мячом все потому, что наша команда «Байкал Энергия» в очередном матче чемпионата России по бенди победила. Но больше всего фанатов белосиних порадовало количество забитых мячей. Все подробности узнаете далее. Михаил Прокопьев, какая ошибка, выход один на один. Мяч в сетке, вот такое вот неожиданное начало, друзья, да. После стартового свистка прошло всего две минуты, а «Байкал Энергия» уже уступает в счете. Вот так обескураживающий для иркутских хоккеистов и болельщиков начался домашний матч третьего тура чемпионата России по бенди против Кировской Родины. Однако радовались гости своему успеху недолго. Уже через три минуты Раван Салиев забил ответный мяч. А еще через десять белосини вышли вперед, тем самым исправив свои ошибки. Которых, по мнению главного тренера Евгения Хвалько, достаточно. Количество потерь невынужденных просто зашкаливает. И голы, которые мы получили в свои ворота, тоже с ребятами обсудили. Проблема просто детская. Просто нужно принять мяч, спокойно обработать его. Никто не напрягает защитника в свободное место вывести. Идет какая-то спешка. Однако эта самая спешка не помешала нашим хоккеистам семь раз за первый тайм поразить ворота соперника. Но на достигнутом игроке «Байкал Энергии» останавливаться не собирались. Во втором игровом отрезке иркутяне забили еще пять мячей. Гости внесли свою ложку дегтя, трижды огорчив иркутского голкипера. Но на большая гостевая команда рассчитывать не могла. Об этом после матча сказал и главный тренер «Родины» Андрей Рушкин, который, к слову, руководил «Байкал Энергией» год назад. Было бы, наверное, смешно, если бы мы на равных играли с «Байкалом», которая катается уже достаточно много. К большому сожалению, у нас нет такой возможности. Что-то мы делаем, пытаемся создать команду. У нас много молодежи, пробуем. Не считаю, что прямо уж все у нас плохо. Есть позитивные моменты. Но куда больше позитивных моментов у тренеров и игроков «Байкал Энергии». Об этом свидетельствует итоговый счет матча 12-4. Он ознаменовал вторую победу иркутян в первых трех играх чемпионата России. Следующим соперником белосиних станет клуб «Строитель» из Сыктывкара. Поединок состоится 17 ноября в столице Прибайкалия. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням.